Зона Так что будем делать, Багнол? Команда по его делу уже пришла. Так когда? Даже не знаю. Вечером? Правильно. Надо подготовиться получше. Старога, глянь, что там. От Санька веселого малява. Походу, про долгство пишут. Какой долг? Ну, шестерку ему задолжал. Сань? Веселому? Байда какой-то. Да нет. Санюк пишет, что за базар ответить готов. Так. Что он еще пишет? Пишет, что он в натуре уважает тебя, Агдам. Но должок все-таки есть. Пишет, что надо встретиться и все перетереть. Так я только за. Надо встретиться и перетереть. Ошибка тут какая-то. Ну, Сань не стал бы попусту трындеть. А я пока и не говорю, что веселый брешет. Походу, непонятка какая-то нарисовалась. Надо на прогулке договориться, чтобы нашу хату с их не пересекли. Угрюмый. Кто дежурит? Гнатюк, походу, был. Сорока не в напряг. Да базарься с Гнатюком о свиданке. Мне бы Саньку только в глаза взглянуть. Пару вопросов кинуть. Что ты откипишь? Тут, походу, такое дело. Подошел в состав с далекой пересылки. Пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая, создала им предпосылки. Что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, без озона, все физонно. Зона, зона, без резона, канитер. Зона, зона, не к сидельцам, не к поконам. Не сбежит выйти апрельская копель. Ты что, Юр, действительно, надо еще надеяться, что-то накопать по делу Веллера? Уже полтора месяца как Веллера не стало. Вовремя летит. А я не заметил. Ты ведь знаешь, Юра, я на твоей стороне. Знаешь. Только вот накопать уже ничего невозможного. Полтора месяца. Получается, Татьяна от меня, как полтора месяца ушла. Черт. Ладно, Татьяну, похоже, не вернуть. А дело, я не брошу. Оно без срока давности. Юра, без вариантов. Юра, без вами была. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У вас веселым десять минут. Понял, не грузись. Если пойдет, то сразу разведем вас в разные стороны. Да все, елочка будет. Сейчас отканай, нам в лоп-лоп перетереть тему надо. Здорово, братух. Давненько не виделись, Санюк. В детстве я мечтала выйти замуж за принца. В смысле? Наша встреча была ошибкой? Мечты сбываются. Ты мой принц. Если бы это было не так, разве я пришла бы к тебе в темницу? Как это Саня веселый пел? Сижу на нарах, как король на именинах. Эта песенка не про нас. Ничего. Скоро все это заботится, как страшный сон. Зачем забывать? Я ничего забывать не хочу. Особенно того, что было этой ночью. Кирюха подогнал. Родные штатовские. Учись. Бульварер, да. Только Кирюха и меня не забыл. Чего за мулька с долгом, Саня, а? Не догоняю. Помнишь, когда на Илдельской поляне челились? Был с нами такой Антоха. Ну, был такой. А помнишь, как под Новый год три дня к ряду колоду нарезали? Допустим. Ты тогда штуку засадил. Но был при делах, отдавал исправно. Только, по ходу, остался-то должен Антохе шесть штук деревянными. А кто подпишется? Тебе моего слова мало. Ты ешь, ешь. Спасибо, Люба. Какая тебе Люба? Я тебе жена. Спасибо, жена. Ну, вот так-то лучше. Спасибо отцу Михаилу. Теперь тебя любой суд оправдает. Любой. А если до суда дело не дойдет? Ну, так тем лучше. Ну, не дураки же они, чтобы судить мужа за то, что он спал с женой. Я уж молчу про то, что у нас до этой ночи с тобой ничего не было. Я уж молчу про то, что он спал с женой. Это понятно. Я другой. А если вообще обо мне забудут? Ну, не по-настоящему забудут, но по-специально. Ведь Саня Веселый говорил, что и дело никакого на меня не заводили. Я здесь буду сидеть годы и годы. Ну, так я согласна. Нет, я серьезно знаю. Это тоже серьезно. Я буду ждать тебя годы и годы. Потому что я очень люблю тебя. Ведь не случайно говорят, в горе и в радость. А, так ты про те шесть штук. Теперь вспомнил. Рад за тебя, Гдам. Жизнь так потрепала. Многие забыли, как мать родную зовут. Так так бы сразу и сказал. Только тот случай не в счет. Антоха с перепоя на контрольку попер его. Вертуха и какой-то зеленый сдура ума подстрелил. Три дня промучился. Потом хвост отбросил. Я все помню, Гдам. А что ты до малявы рассылаешь? А с чего ты взял, что смерть долги косит? Без вариантов. Вариантов всегда есть. Только надейся. Антохин долг я и перекупил. Может, не стоит так торопиться? Может, до завтра суд подождет? Суд подождет? Но я не могу ждать. Сомневаюсь я, что одним днем что-то решить можно. Так, так, так. Тебе, я вижу, в тюрьме понравилось? Нет, конечно. Тогда отпусти меня. Не отпущу. Мне так хорошо с тобой. Мне тоже. Давай, побудешь здесь со мной. У нас так до конца свидания еще час остался. Ты думаешь, что мне хочется уходить? Сегодня я еще успею в суд. А завтра ты будешь уже со мной и на воле. Ты вернешься? Глупый. Что ли, какой мне глупый муж достался? Конечно, вернусь. Я так тебя люблю. И когда же ты успел долг Антохин перекупить? Я на больничку к нему наведывался. Хотел пацану перед смертью грех закинуть. Ну? Закинул. А Антоха мне твой долг на меня переписал. Вроде как на предъявителя. Чем подтвердишь? Тебе моего слова мало? Свидетели есть? И свидетели есть. Только они на вольных рыбах обретаются. Огорчил ты меня, Агда. А давай я вообще снести свое слово. Против твоего недоверия предъявлю. Посмотри, кто из нас говнюком окажется. Прости, братка. Хватану через край. Слово твоему пацанскому верю. Раньше почему не предъявлял, объясни. Ты меня знаешь, Агда, я человек не мелочный. Душника слава у меня тоже не наблюдается. Повода не было. Ну и ты меня, Агда, пойми. За тебя общественность интересуется. Прикинь, не скажу я людям про Антохин долг. А те, кто со мной Антохий был, скажут. Вот и получится, что я твой грешок прикрыл. Закосячил. Так не знал ведь я, что ты долг перекупил у него. Должен был поинтересоваться. Не тогда, так хоть сейчас. Прежде чем крест Товоровской надевать. Не мог я Товоров этого факту доить. Нет у меня сейчас таких денег, Саня. Так я сейчас и не спрашиваю. Да завтра он терпит. А уж завтра. А если денег не достану, тогда что с Саней? Твои проблемы, Агда. Пошустрей по-взрослому. Привет, Луни и Сороки. Привет, Луни и Сороки. Товарищ капитан, я сопоставил факты. За последнюю неделю на вашу жизнь покушались дважды. Что-то я не припомню второго случая. Машина. Машина. Если бы еще чуть-чуть, то и припоминать ничего не пришлось бы. В епешку бы. Я же опрашивал свидетелей. Ну, если свидетелей. Короче, тот факт недоказуем. А может и в правду несчастный случай. Повезло мне. И так два раза. Зря вы, товарищ капитан, себя успокаиваете. Я бы на вашем месте призадумался. Вы подумайте лучше. Может быть, вы кому-то дорожку перешли. Зря вы так. Я же узнавал. Вы занимались делом Вейлера. Брось. Если бы хотели, меня бы уже сто раз убить могли. Ну, может быть, кому-то из зэков. Может быть, кого-то обидели. Или огорчили кого-то. Вы подумайте. Да ладно, Летина. Не переживайте так. Я подумаю. Что это ты там увидел? Загадочно плывут облака. Они так же прекрасны и загадочны, как Полина Витальевна. Так же далеки и недоступны. Вот ее. Это ты, блин, загнул, Арик. Не обнять мне ее, не приласкать. Вы-то не любили. Вам не понять. Уже стихами заговорил. Диагноз на лицо. Любили, любили, Арик. Любили. Любили и страдали. Только сколько страдать-то можно? Да не страдаю я. Я в отчаянии. С тем хуже для тебя. Вот мой тебе совет, знаешь, подойди к Полине Витальевне, а? И попроси его, чтобы она какое-нибудь испытание тебе придумала. Самое страшное испытание. Ради нее на все готов. Полезти. Скажем, Бюнхаузен. Та-дам, 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 та-дам. А к даму, позволишь? Падай. С долгом ты серьезно? Веселый паскуда, а. Долг у Антохи выкупил, а я-то ни сном, ни духом. Крутая, ни пруха. Думал подняться. А теперь вот, походу, в пропасть падаю. Че делать-то будешь? К тарану надо идти. От мозгу его, походу, как отмазываться. Ба, вором. О, Санюк. А ты че, свечку ему держал, что ли? За гнилой базар отвечать надо. Да пошутил я. Шутки в жопе в мешутке. Ты на кого позлать вздумал, овца? Прости, Сань, попутал я. Сгни пока при памяти. Встречайте молодожена. Поздравляю, братуха. Ну как? Хорошо. Тем порадуемся. Слышь, рассосался твой должок, или как? Или как? Там такое… Короче, по ошибке не срослось у меня с долгом. Значит, на Западном фронте без перемен. Только не надо вешать на перемене вермишель. Я за твои поганки уже в курсах. Меня подставить захотел. Ну, да я головка от Примуса, по худах дам, тебе мамкины платья доношу. Здравствуйте, Юрий Иванович. Привет, Настя. Что-то случилось? Случилось. Вот. Что это? Фото Гайдышева. Это Акивис. Мне его мать сама эти фотографии показывала. Я у неё и взяла. Ничего не понимаю. А при чём здесь Гайдышева? Так я тоже не понимала, пока в морг не сходила. Ну? Санитар морга опознал лежавшего у них там невостребованного покойника. Что, думаешь, с долгом делать? Если бы ты мне не дам твоё дюрьмо, ты разгребай. Так ведь в долгу же. Ты что, хочешь стать дважды героем фофлажного труда? Ничему тебя жизнь не учит. Умные люди в долг не берут. А уж тем более, не дают. У тебя один выход. А чтобы не подставить твой драгоценный вход, отдай весёлому эти шесть штук. Сам. До утра. А где же я их возьму? Где? В Пизанской башне. На третьей полке. Я могу тебя отправить по направлению. Но оттуда ткнутыми возвращаются. До утра время ещё есть. Думай, мыслитель. Урка вечером мудренее. Ты сходила в Мурк. Санитар по фотографиям опознал покойника. И это был Акивис. Гайдышев. Постой. Ты хочешь сказать, что… Да, да, да. Я хочу сказать, что наш покойник – это и есть Акивис. А по документам он проходил, как Гайдышев. Матькова. Ну и что всё это значит? Я тоже не знаю пока, но я думала, что вас это заинтересует. Ну, конечно, заинтересовала, Власть. Ещё как заинтересовала. Я думаю, в больничке они вместе лежали. Может быть, как раз в это время их карты и поменяли? Ты хотела сказать – подменили. Я не знаю, Юрий Николаевич. Вы опера, вам решать. Полина Витальевна. Слушаю. Полина Витальевна, спасите, погибаю. Опять, Тарик, что ты себе надумал, спасите, погибаю. Раньше надо было думать. Ну, раньше дурак был. Я сейчас только прозрел. Насчёт дурака я согласна. А насчёт прозрел – не уверена. Ну, ночей не сплю. Только о тебе думаю. А это в тебе мужской собственник заговорил. Ну, прости, дурака. Ну, прости, а дальше что? Не, у нас так ничего не получится. Ты же меня простила формально, без души. Тебе ещё и душу подавать. Ну, Полиночка, милая. Ну, прости, чего хочешь. Я для тебя всё сделаю. Так уж и всё. Мамой клянусь. Ну, как? Готов ради меня на какое? Сделаю. Всё, что скажешь, сделаю. Спасибо вам, Юрий Иванович. Ну, что вы. Это не я нашёл. Не меня вам, Адель Митрофановна, благодарить нужно. Боже мой, да какая разница, кто нашёл. Это же счастье, что нашлась могилка Ванюши. Ну, дай вам Бог. Счастье. Жену хорошую. Вам плохо, Адель Митрофановна? Может, врача вызвать? Нет, что вы. Вы не тревожьтесь. Я уже своё отстрадала. Теперь у меня радость. Вот памятник закажу Ванюше. Если у нас делать, везти дороговато. Вы не знаете здесь какую-нибудь мастерскую? Нет. Извините, я узнаю. Ага. Вот и спасибо. Главное, теперь знаю, куда приезжать. Чем я ещё могу помочь вам, Адель Митрофановна? Не судите моего Ванюшу. Вот и помощь. Это для вас он преступник. Для меня сынок любимый. Я понимаю. Спасибо вам. Хорошего человека. Поешьте, Николай Степанович. Спасибо, Катюша. Спасибо, кусок в горло не лезет. Ну и напрасно. Лариса Петровна в клинике подлечит, на ноги поставит. Заживёте счастливо, как прежде. Ничего не получится. Почему же? Не вылечит Ларису. А что случилось? Сбежала Лариса из клиники. Как? Утром прошло обследование. А в обед каким-то образом миновала охрана и скрылась в неизвестном направлении. Да. Новость, конечно, плохая. Николай Степанович, ну вы так не убивайтесь все равно. Найдется она. Лариса ведь жила со мной в тюрьме. От города отвыкла. Хотите, я в милицию позвоню? Уже звонил. Уже ищут. Да, что-нибудь принести еще? Нет. Знаешь, что самое интересное? Что? Беременна она. На самом деле беременна. Не может быть. Срок четыре месяца. Надо же. Это даже незаметно было. Поздравляю, Николай Степанович. Спасибо. Самое интересное, что у нас с Ларисой уже год ничего не было. Петюня. Петюня наш из дурки вернулся. Ну что, ты из дурдома выгнаешься? Признан авторитетной комиссией абсолютно. Вменяемым. Молодца, Петюня. О, как. Благодарствую за теплый прием. Только я не Петюня, а Тихон. Тихон Алексеевич Апальский. Хорошо, хорошо, Тихон Алексеевич. Слушай, а эта комиссия-то, как она тебя вменяемым-то признала? А я и есть самый вменяемый. О, как. Только Тихон Алексеевич. Что, я дурак? Мозгоправм, всю правду говорить. Вот и выходит, что я на полголовы здоровый, а на полголовы больной. Ну, ты прям змеи горы, иначе. А не сыграть нам по этому поводу в бурру? Брысь. Ну, чео, Ворон? Где вы жить-то собираетесь? Не боюсь, баба твоя в Штаты уже чемоданы пакует. Ну, я, конечно, хочу домой. Люба умоляет насовсем здесь остаться. Ух, ну, точно она у тебя больна на всю голову. Что? Да в толк не возьму. Да фига ты тогда ей вдался? Любит? А что тебя удивляет? Ты, Ворон, не слушай этого мозгососа. Че ты сказал? Не шипи. Тихо, Терех. Не будем волновать гражданина Соединенных по ходу Штатов. Повезло тебе, Дэрис. Серьезно, повезло. У нас бабы знаешь какие? Вот, хошь, коня тебе из огня достанет. Ну, и там по хозяйству вот такие у нас бабы. Ну, что, Тихон Алексеевич, есть, че, что на кон поставить? Конфета есть. Золотой ключик. Конфета? Мусорская, что ли? Угу. Ну, ты силен, Саня. В буро-то играть. А вы, Тихон Алексеевич, небось, впред хочешь партейку раскатать? В преферанс. Ага. В преферанс. Я с большим удовольствием. С удовольствием дороже. А ты, Тихон Алексеевич, умеешь ли, могешь ли? М-м-м, был бы с кем. А Петю не помнится, не мог. Брата своего, Петра Алексеевича, я не подпускал картам. Ага. Уберег для искусства. Бартаки, что ли, хреначите? Братишка мой, единоутробный, Петр Алексеевич. С детства имел талант к танцу. Пидор, что ли? Вот глупость вашу прощаю, Максим. Ну что, сыграет преферанс? Я научу. Сдавай. Я подскажу, если что. Не для меня придет весна. Не для меня. Как ты? Нормально. Как дети. Ирюшка за ум взялся. Представляешь, одни пятерки из школы таскает. Решила адвокатом стать. Маша как? В школу рвется. В садике скучно ей. Ну да. Я езжу в этом году в школу. Но время летит. Твой адвокат сказал, что появилась надежда. Скажи, свидетель, который по твоему делу проходит в Петюне, кажется, он вменяемом признал? Да. Вот видишь? А ты не верил в нее. Да адвокат тут ни при чем. А кто же тебе помогает? Те, о ком мы привыкли думать плохо. Так кто же все-таки? Тебя лучше не знать. Тебе лекарства передают? Да, но больше не надо передавать. Не тратьте. Перестань. Ну разве можно на здоровье экономить? Ты не поняла, Наташа. Нет больше Астмы. У меня одного приступа уже целый месяц. Леш, ты шутишь? Да какие шутки. Я здоров. Абсолютно здоров. Поль, Поль, ты слышала? Жена Денниса, Люба, под машину попала. Да не может быть, Маша. Да серьезно? Я ее утром видела, жива-здорова. Да ну, Маша, ты что-нибудь перепутала? Да ничего не перепутала, точно попала. Ой, ну как же ему-то сказать, а чтобы он не свихнулся-то? Ой, не знаю. Да не надо ему говорить, ты что? Да как не говорить-то, он ее ждет все время. Ты чего? Слушай, ну давай скажем, Люба уехала куда-то надолго, а? Да нет, нет, не поверит он, нет. Надо отцу Михаилу сказать, чтобы он ему об этом сказал. Да, точно. Давай, давай отцу Михаилу. Так что экономист? Без вариантов? Нет, тогда не по понятию. Да что ты в понятиях по ходу понимаешь? В самый раз будет. Вскрывай общак. Ну, шесть штук всего, но на днях отдам. Никто и не хватится. Нет, не дам. Долги из общака не отдают. Греф на больничку подослать. Пацана из карцера выкупить, пожалуйста. А так нет, тогда извини, ничего не получишь. Ну что, допрыгался? Ну что, допрыгался? Это безобразие, Юрий Иванович. Вперед! Оставляем! 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 Оран, на выход. К следоку вроде поздно. Неужели Люба договорилась? Мне свидание на ночь разрешили, да? Не знаю. Отец Михаил все объяснит. Я не буду вам мешать. Добрый вечер, отец Михаил. Не очень он добрый. Что случилось? Что, где Люба? Денис. Отец Михаил, что с Любой? Люба. Возхит. Байкар. Можете говорить по-русски. Я отлично понял, что Люба попала под машину. Так, когда вы говорите, она придет? Что здесь? А ты думал, я тебя у электрощитка на шухере постоять попрошу? Что, передумал? Да нет. Смотри, оба. Кому еще? Что тут, Катюша? Господа, господа, господа. Заказная бандероль. Багрова из управления. Держи. Катюша, ну положи к подаркам, положи к подаркам, потом. Садись давай, садись. Юра, ну может прочтешь? Там наверняка поздравления, ну что все слышит? Лена, да ладно, ну перестань, потом простем. Ну, Юра. Ну, после, Лен. Юрий, у тебя появился шанс стать начальником оперчасти. Светлана Дошевна, я к этому не стремлюсь. Здорово, да? Спасибо. Минуточка внимания. Уважаемые коллеги, я думаю, я уверена, что выражу общее мнение, сказав, что Юра заслужил уже давно это звание. Вот, Юрка, ты самый лучший. Вот, а теперь я хочу зачитать официальное поздравление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok